Необходимыми лекарствами обеспечат. Департамент здравоохранения завершил проверку по вопросу поставки бесплатных медикаментов в стационар Ставровской больницы. Напомню, и пациенты, и сами врачи жалуются на отсутствие в медучреждении необходимых медикаментов. Прежде чем пройти лечение в стационаре, больному нужно сходить в аптеку и оставить там не одну тысячу рублей. В шкафу у медиков только препараты для оказания неотложной помощи. Да и то не всегда, говорят возмущенные жители поселка. Работники стационаров Ставрова регулярно отсылают заявки на лекарства в Собинскую ЦРБ. Медучреждение является филиалом этой больницы. Но, как говорят и врачи, и пациенты, ситуация с лекарственным обеспечением не меняется. Лечение все за свой счет. Так и говорят. Лечение все за свой счет. Сначала мы закупаем лекарства, медикаменты. Нам терапевт выписывает все, что нужно. Мы закупаем и с своим приходим. Там бесплатно только медсестра. Ее, значит, вот работа. И шприцы. Для стариков ничего нет. Даже таблеток нет. Так, наверное, так как вы филиал Собинской ЦРБ, вы звоните в ЦРБ. Да. Так, там чего говорят? Ну, говорят, лечите то, что есть. Я считаю, что это ненормально, но нам запрещают. Нас, конечно, ругают. Мне за это, конечно, вот ваше телевидение втык дадут. Говорят, надо так себя вести, чтобы и больной остался довольный. Получается, людям предлагали не то, что доктор прописал, а что есть. На основании нашего материала департамент здравоохранения провел проверку. Ситуация не катастрофичная, резюмировал глава облздрава. Александр Кирюхин сообщил, что провел встречу с пациентами и врачами. Проблема действительно существует. Вопрос с поставкой необходимых бесплатных препаратов нужно решать. Мы проговорили с врачом, обсудили план лечения. Где-то врач был неправ. И методы лечения, которые он применяет сегодня, как сам врач, он имеет право, но они являются неэффективными. Где-то мы учли позиции пациентов, тем более они по части совпадают с позицией врача. Мы тоже препараты заказать.